Еще недавно зарабатывал на стариках. Мошенники присылали молодому человеку адреса пенсионеров, откуда парень забирал деньги якобы на спасение родственника, пожилого человека, и переводил их на счета аферистов. – Друг предложил работу, и я согласился. – В чем случился работ? – Забирать деньги на седьмомкомат. За свою работу 19-летний житель Нурлата получал 5-7 тысяч рублей. Парень знал, что совершает преступление, но остановиться не мог. В итоге, после обращения 84-летней жительницы Камских полян в полицию, сотрудники вычислили и задержали его. – Думаю, каких-то легких денег не бывает. Типа лучше жить за обычной жизнью и как-то по-другому разбираться со своими проблемами. А дело было так. Изначально пенсионерке позвонила девушка. Ее голос очень был похож на голос дочери бабушки. Неизвестная сообщила, якобы она перебегала дорогу в неположенном месте, в результате чего женщина-водитель, пытаясь избежать наезда на нее, врезалась в столб. Звонившая попросила 1 миллион 300 тысяч рублей на освобождение ее от уголовной ответственности. – Однако такой суммы у потерпевшей не оказалось. Яна предложила 500 тысяч рублей, на что звонившая согласилась. Прибывшему курьеру потерпевшая передала все сбережения. После передачи денежных средств пенсионерка решила связаться с дочерью и поняла, что попалась на уловки мошенников. Еще одной жертвой обмана стал пенсионер из набережных Челнов. Там задержанный забрал у дедушки 95 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Молодой человек находится под домашним арестом. Полицейские же устанавливают сейчас дополнительные эпизоды преступной деятельности парня. Светлана Шумкова, Новости НТР.